Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня нас ожидает крайне насыщенная торговая сессия. Сегодня поздним вечером будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Это первое важное, мощное событие этой недели. И если немножечко забежать вперед и попробовать порассуждать на тему потенциальной реакции рынка, можно заранее предположить, что это событие претендует на то, чтобы спровоцировать всплеск волатильности самого высокого уровня в этом году. Он, правда, только начался, но заседание Федрезерва, именно исходя из ожиданий, которые сейчас присутствуют, точно станет источником серьезных движений всех финансовых активов. Что касается в целом повестки экономического календаря. Начнем мы день с американской статистики в 13.15 по EDP. Это предварительный, предвосхищающий отчет Non-Farm Perls по рынку труда. Для разминки, опять же, будет интересно оценить состояние данного сектора американской экономики. Далее в 14.30 нас ждет производственный индекс канадской экономики. Мы с вами ранее правильно определили перспективы движения канадского доллара и поставили на то, что этот инструмент будет укрепляться. Оказались правы, потому что укрепление с вчерашних максимумов значительное 1.3307 текущей котировки и наша долгосрочная цель 1.32. Я думаю, что мы к ней очень близки. После этого в 15.00 по GMT отчет ISM производственного сектора США. Далее в 19.00 по GMT фактически само решение Федрезерва по ключевой процентной ставке. Волатильность на факте решения уже начнет расти. Но самое интересное будет в 19.30 по GMT. Это пресс-конференция руководства американского центрального банка, главы Федрезерва Джерома Паула с оценкой перспектив роста инфляции, экономического роста, с анонсом дорожной карты того, что ставка будет в последующие периоды. И может быть во всем этом трейдеры увидят намеки на какое-то смягчение в перспективе конца 2023 года или уже заходом на 2024 год. Смягчение монетарной политики. Давайте с индекса доллара начнем. 101.90 по данному инструменту мы видим сейчас. Еще раз повторяю, друзья, что сегодня нужно пристегнуть ремни, быть предельно внимательными к тому, что на рынках происходит. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Проверьте, стоят ли стоп-лоссы. Это важно. Не нужно недооценивать такого формата события. По ожиданиям американский регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов. Это самые скромные темпы повышения за последний год. И уже много было спекуляций на рынке, что решение о росте ставки на 25 базисных пунктов может быть интерпретировано как еще один шаг американского регулятора в сторону постепенного завершения очередного цикла роста ставки. И как бы вот этот веревочный мостик, который будет связывать жесткую монетарную политику с потенциальным смягчением. Но многие эксперты, и я, собственно, присоединяюсь к их рекомендации, советуют ни в коем случае не делать поспешных выводов на текущем этапе, потому что риторика американского регулятора может оказаться жесткой. Мнения экспертов расходятся. Одни считают, что последних макроэкономических данных и снижения инфляции достаточно, чтобы ФРС успокоился, поднял ставку сейчас на 25 базисных пунктов в марте на такое же количество пунктов, после чего сохранил выжидательную позицию и после начал оснижать. Другие считают, что ничего подобного. Инфляция все еще остается высокой, поэтому ставку нужно повысить до 5%. И если индекс потребительских цен не стабилизируется после марта, то ставку нужно будет уже тащить и выше, в район 5,5% и, возможно, даже 6%. Вам нужно определиться, друзья, к какому лагерю трейдеров вы относитесь. Я сторонник все-таки тех, кто считает, что лучше сделать больше сейчас Федрезерву, нежели чем меньше. И, кстати говоря, идея того, что ставка должна вырасти выше 5%, ее поддерживают и многие представители голосующего комитета американского регулятора тоже нужно делать соответствующий вывод из этого. Поэтому, если я уже отметил свою приверженность идее того, что Федрезерву лучше пока что проводить и дальше жесткую монетарную политику, я, соответственно, в списке своих долгосрочных идей индекс доллара оставлю в числе тех инструментов, которые я покупаю. Ну, наверное, вы мое отношение к доллару знаете. Золото 1925 долларов за тройскую унцию. Настроение по индексу рыночных настроений снова изменились. Сейчас у нас толпа в продажах. Распределение сил 80-20. Я вам вчера говорил, смотрите, друзья, за тем, как меняются настроения и реагируйте на них, если вы считаете и согласны с тем, что психология на рынке имеет очень большое значение. И сейчас реально подсказывает, как зарабатывать. Я, соответственно, когда увидел вчера снова изменение позиционирования трейдеров и толпа, когда развернулась, залезла в продажу, принял решение золото снова купить. И моя цель уже вам известна повторно. Это 1950 долларов за тройскую унцию. Учитывая, насколько серьезно нас ожидает сегодня день, я думаю, что на влатильности мы можем уйти как раз к данному рубежу. Рынок нефти 85-66. Немного восстанавливает позиции. Большое спасибо китайским данным по производственному сектору, которые выросли как индекс 47,1 до 51. То есть индекс шел в зону восстановления. Впереди ОПЕК. Решение по квотам. Имбарго на поставку российских нефтепродуктов. Разумеется, приведет к еще большему сокращению объемов нефтедобычи в России. На этом фоне, я думаю, что может выстрелить идея именно роста котировок Brent и WTI. Евро против доллара 1,0865. Если в понедельник мы анализировали слабые данные по ОВП Германии, когда в четвертом квартале темпы роста ведущего локомотива на ЕС опросили на 0,2%, и это вернуло на рынок мрачные перспективы для еврозоны в целом, то вчера эту картину несколько смягчил отчет по еврозоне в целом. Положительная динамика за четвертый квартал рос на 0,1%. Это успокоило инвесторов. И сейчас мы, конечно же, теперь тоже сфокусированы на решении Федрезерва и завтрашнем решении Европейского Центрального Банка. Цель 1,10, друзья, по-прежнему весьма вероятна. И я лично визуализирую, что до данной планки мы доберемся, где нужно будет уже фиксироваться. По другим сделкам, без изменений. Доллар иена. Ждем развития нисходящей динамики. Доллар канадец, как я уже отметил, благодаря сильному отчету по ВВП, который не разочаровал ноябрьские цифры, рост на целых 0,1%. И это помогло канадской валюте. Сейчас в копии с ростом цен на нефть очень высока вероятность того, что мы доберемся даже в рамках текущей торговой сессии до уровня 1,32. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!